Парламент поддержал представленную президентом кандидатуру на должность председателя контрольно-счетной палаты. Новым главой ведомства стал Олимбек Плиев. Он поблагодарил депутатов и отметил, что готов взять курс на эффективную работу. Мы вместе с коллегами, с депутатами первого Сузова у истоков создания нашей республики и определенный опыт создания государственных структур, определенный опыт работы в этих государственных структурах, взаимодействия с российскими органами у меня есть. Мы работали с налоговой службой России в свое время, с налоговыми службами Северной Осетии, с налоговой полицией Северной Осетии. И результаты были. Обмен информацией, взаимодействие было. И я думаю, вот эту линию надо проводить и дальше. Надо взаимодействовать, естественно, с контрольными органами Северной Осетии, России, и решать вопросы пенсионного обеспечения, решать вопросы денежного удовольствия. Насколько я знаю, там по зарплатам они тоже отстали. И в пенсионном вопросе у них тоже не совсем хорошо. Не так, как в МВД, скажем, в правоохранительных органах, других структурах. Ну, желание есть, опыт есть. Председатель парламента Алан Алборов поздравил нового главу контрольно-счетной палаты и добавил, что ему предстоит провести большую комплексную работу. Депутаты, это будет добро. Вам, на самом деле, придется по полной программе в этом направлении отработать. Если у вас не получится, мы вас будем вызывать и будем спрашивать с учетом того, что вы пообещали, когда вас назначали, что все сделаете для того, чтобы эту ситуацию выровнять. Я очень хотел, что вот эта поддержка, которая сейчас вам оказана депутатским корпусом, чтобы никто, ни один депутат завтра не пожалел о том, что получил вам в этой ситуации вывести ситуацию в контрольно-счетной палате на другой город. Работа контрольно-счетной палаты последние два года была практически парализована. И депутаты ждут, что ведомство наконец-то заработает в полном объеме, сказал вице-спикер Александр Плиев. Как я слышал, вообще разбежались на большинство нормальных специалистов. Единичные специалисты, безусловно, выполняют свои такие прямые функции, я не буду добросовестного работа, но в основном другом парализованы. И я бы тоже хотел пожелать вам, на самом деле, такой кроводоливой, хотя у вас, например, с одной стороны, я вам, по-моему, сочувствую, что это работа будет очень много. И было и куда-то это важно, чтобы этот друг наконец заработал, и у нас была возможность проверять, наша прямая обязанность проверять учебность, если стать через вас. И сегодня же депутаты единогласно одобрили кандидатуру Спартака Томаева на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты республики. Очень порядочный, профессиональный человек, прекрасный специалист, который очень хорошо знает свое дело. Мы поддержали кандидатуру молодого специалиста и проявили высокое доверие к человеку, отметил Алан Алборов. Сегодняшняя единодуша не должна вас располаживать. Эта ситуация, огромный бедит доверия дан вам, как молодому специалисту, который работает долгое время в контрольно-счетной палате. Все, что там происходит, вы там и внутри знаете. Наверное, тоже были недовольны некоторыми вещами руководства, может быть. Внутри, как обычно бывает, молодые специалисты всегда думают, что уголовство могло бы сделать для организаций большее. Сейчас вы наделены, благодаря парламенту, президенту, этими полномочиями вместе с председателем контрольно-счетной палаты. И я бы очень сильно хотел, чтобы вы вдвоем включились в полную программу опыт и молодость вместе, чтобы вы дали результат. Далее депутаты проголосовали за изменения в статью 166 части 2 Налогового кодекса. Он принят во втором чтении с учетом мнений всех парламентариев. Изначально предлагалось, чтобы на все товары, ввозимые на территорию Республики Южная Осетия, НДС в полном объеме оплачивался сразу на таможенную привозу. Мы предлагаем, чтобы эта норма распространялась только на непродовольственные товары, которые не включены в пункт 2 ст. 166. Пункт 2 включает в себя в основном продовольствие, товары первой необходимости для детей, в том числе одежда, школьные принадлежности, медикаменты, печатные здания. Этот налог мы не повышаем ничего. Просто разбивка была 3 плюс 7, 3 привозы, и 7 уже на месте предпринимателя. Сейчас предлагается, чтобы человек 10% сразу заплатил, чтобы в налоговой системе была возможность администрировать лучшее и качественнее. Внесены изменения и в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в управлении исполнения наказаний Министерства юстиции и службе судебных приставов и их семей. Поправки коснулись срока вступления в силу указанного законом. Предложено перенести срок вступления закона в силу с 1 января 2024 года на август текущего года, чтобы ускорить процесс реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. Министер юстиции Олег Гогойев отметил, что порядка 26 человек не получат никаких пенсионных выплат. Кроме того, поправки затронули и закон о жилищной политике. Продолжение следует... Продолжение следует... Депутаты заслушали доклад о работе Временной комиссии по вопросам беженцев. Как отметил спикер парламента, будут приняты меры для улучшения условий проживания этой категории граждан. Парламент завершил весеннюю сессию и ушел на летние каникулы. За время отпуска парламентарии планируют встречи с избирателями. Лена Газаева, Регина Черткоева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня».